Здравствуйте! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, лето, в общем-то, можно сказать, началось в нашем регионе. Что это означает? Это означает для детей, конечно же, это означает окончание школы, долгожданное. Они вырываются во дворы родные бегать, гулять на природу. Родители увозят бабушкам и дедушкам детей, просто сами вместе с ними ездят отдыхать с палатками, отдают детей в загородные лагеря, бывшие пионеры лагеря, где тоже дети предоставлены сами себе. Это же тема сбежать из лагеря и погулять, сбежать на речку и скупаться. Поэтому об этом мы сегодня будем говорить, потому что все это, конечно, прекрасно, хорошо, но, к сожалению, нередко оборачивается тем, что дети либо тонут в водоемах, либо теряются в лесу. А, как выясняется, теряются не только в лесу, где они еще теряются. Об этом мы сегодня поговорим с гостями студии. У нас опять в гостях представители знаменитого движения «Лиза Алерт» поисково-спасательного движения. Это, кто не знает, добровольцы. Это люди, которые имеют семьи, детей, работу, конечно же. Всем они этим заняты, тем не менее, находят время, свободную работу, время, зачастую по ночам, чтобы искать пропавших детей, спасать их, не только детей, и людей вообще в целом. Но сегодня мы поговорим о детях. Хочу представить гостей, начнем с прекрасной дамы, конечно же, Елизавета Бородина, региональный представитель движения «Лиза Алерт» в Тверской области. Добрый день. Добрый день. Ее коллега Ольга Новикова, старшая пресс-служба, моя коллега, поискового отряда «Лиза Алерт». Добрый день. Здравствуйте. И мой тоже бывший, правда, коллега, работавший с нас оператором, Игорь Стасюк. Он теперь у нас доброволец поискового отряда «Лиза Алерт» в Тверской области. Игорь, привет. Добрый день. А вы можете задать вопросы. 300-190. Тема актуальна, на самом деле. Зря вы думаете, что всегда это нас обойдет. Теряются, еще раз говорю, все. Теряются люди старшего поколения, теряются люди средних лет, которые уверены в себе, идут куда-то там в лес. Я все знаю, я все найду, если что. Но, поясняется, не все знают, не все находят. Но самое главное, теряются дети. И, наверное, это случай заканчивается трагедией. Поэтому об этом мы сегодня будем говорить, как этого избежать. Ну что ж, вот дети в лесу. Как так происходит, что они теряются? Зачастую это родители, которые идут собирать грибы, уберут с собой ребенка. Поскольку внимание родителей настроено на то, что они собирают грибы, они не смотрят за ребенком. Ребенок практически предоставлен сам себе, достаточно в опасной зоне. Ну, лес это опасная зона. Либо еще вариант, когда приехали собирать грибы, ягоды, ребенка оставляют спать в машине на опушке. Ребенок просыпается, мама с папой нет, открывает дверь машины и уходит в никуда. Да, к сожалению, и такое бывает. Пока родители где-то там недалеко, недостаточно далеко от машины собирают грибы и ягоды, то ребенок, да, действительно, есть такие случаи. Они открывают двери и уходят. А они, то есть, уходят родители, ребенок не в курсе, что они ушли? То есть, он уснул, они тихонечко... Да, они пошли дальше собирать грибы, ребенок просыпается, родителей нет. Он выходит искать родителей. Рядом небольшая полянка и рядом гектары леса. Ребенок пытается найти родителей. И заканчивается это не всегда хорошо. Иногда это заканчивается трагично. И в случае поисков это очень масштабно и очень резонансно получается. Такой пример был Омская область. В 2019 год на третьи сутки трехлетнего мальчика нашли живым. В населенных пунктах это, да, когда детей привозят к бабушкам и дедушкам на лето на дачу в деревню. Зачастую дети бегают между дворами сами по себе. И такой случай тоже был год и десять. На четвертые сутки девочка Надина живой. Год и десять. А как так? Ну, там получилось, что девочка пошла за мамой и не увидела, как мама свернула во двор к соседям. А мама не следит? Мама пошла взять банку для молока. Какая разница, ребенок думает, в поле зрения? Вот так получилось. Никто никогда не надеется на то, что эта беда случится со мной, с моей семьей, с моими друзьями. Это всегда случается неожиданно. Крайне неожиданно для всех. Те же грибники, которые идут в лес, они не думают о том, что они там потеряются, они могут не выйти оттуда. Хорошо, если поисковая операция будет длиться ночь, а иногда это длится и сутки, и двое, и трое, и семь суток. И месяцами эти поиски идут. Те же пожилые люди, которые собираются в лес за грибами, у них зачастую есть особенности по здоровью, то есть заболевания. Тот же сахарный диабет, сердечные заболевания. А им это в голову не приходит, что у тебя сердце, какой лес? Медикаменты взять с собой? Нет, никто не думает об этом. Об этом взрослому человеку не думает. Даже инсулин с собой не берут, инсулинозависимые. Мы это вообще не поймем. Потому что я иду с краешку, я с краешку, я на 5 минут, я 40 лет хожу в этот лес, я его знаю, как свои 5 пальцев. Лес меняется каждые 2-3 месяца практически до неузнаваемости. То, что для вас была знакома раньше тропа, где-то дерево упало, где-то кусты подросли, где-то трава выросла, где-то там обходили. Здесь тропинка была затоплена, обходили, натоптали новую тропинку. Повернулся вокруг себя, береза и елки, береза и елки, и все, ориентир потерял, и все. Вот оно получалось, что человек там остается. И вместо того, чтобы оставаться на месте, звонить 112, там заявка передавается спасателям, МЧС, полиции заявка передается. Они начинают пытаться выйти сами. Ну, они, наверное, боятся, что опозорятся, а вдруг выяснят, что родной дом-то вон за этим кустом, который вырос за год, оказалось, ему скажут, что ты так, дружище, дом-то вот за кустом, а ты нас вызываешь. Ну, в этом нет ничего страшного. Пусть лучше это будет... Вот, важный совет такой сразу выведем. Пусть будет лучше так. Стоп на поиске поисковым отрядам дать очень быстро. Но это гораздо лучше, чем мы там двое-трое суток будем искать человека. Скажите, Лиза. А вот касаемо вот этого случая, которого вы говорите, что приехали на машине, пусть поспит, наберем грибов. А какой совет? Непременно брать с собой? Или, допустим, машину закрыть? Ну, тут сразу есть такая опасность, что жара и так далее. А может быть, стекла приоткрыть, чтобы проветривалось, но, с другой стороны, ребенок не выберется. Все равно. Допустим. Лучше посидеть с ребенком в машине пару часов, пока он поспит. Это самое оптимальное. Здесь мы исключим пропажу ребенка из транспортного средства. Здесь мы исключим тепловой удар. Здесь мы не травмируем психику ребенка, потому что ребенок просыпается в незнакомой для себя среде. Он в машине посреди леса. Если посмотреть на эту ситуацию глазами ребенка, ему становится очень страшно. Иногда это будет в дальнейшем для ребенка психологическая травма. Он начнет бояться вот этого. Он остался один, мамы, папы нет, никого нет. Кричу, мамы нет. Да, куда они делись, тоже непонятно. Записку хоть бы оставили. Ну, вот да. Договориться. Хорошо. А бывают случаи, когда дети пропадают, живущие в, казалось бы, знакомой деревне, или приезжающие в эту деревню каждый год на три месяца к бабушке. Пропасть легко. Никто никогда не думает, что это. Которые тоже думают, что если каждый год приезжают, лес знаю, как свои пять пальцев. Да, такие чаще всего пропадают. Пошел ребенок за собачку и там увязался. За ягодами. Бабочка полетела. Маме захотели, бабушке, сюрприз делать, ягод привезти на варенье. У нас еще есть такой момент, что, ну, вот мы когда взрослые со своего роста, да, смотрим на лес, такой, вот там, непролазный, дремучий, прочее. А если присесть на уровень ребенка, на корточке, да, посмотреть, для ребенка там может быть под кустами вообще проспект. То есть он не видит, что там... То есть наоборот. А мне сверху видно все, ты так и знаешь, наоборот, мне снизу видно все. То есть мы даже когда ищем детей, даже поисковым группам, говорим, что приседайте, иногда смотрите. Если вам кажется, что там не пройти, то не значит, что ребенку там не пройти. Это просто советы родителям? Да, он может вообще не понять, что там дремучий лес. То есть он там есть какой-то проход, ему нормально. А взрослым там, ой, нет, там не пройти, так там, вырву. А потом для ребенка это всегда игра, ребенок может не осознать, он чаще всего не осознает опасности. Он знает, мама, папа всегда рядом. Маму, папу помогут. А то, что мама, папа могут не помочь в большом лесу его найти, ребенок не может этого понять, а то он ребенок. Ну, не помочь, они смогут помочь. Да. Дети как у возраста чаще всего теряются. Я понимаю, всех возрастов у меня может привести, там, и 16-летнюю, как говорится, теряются, как сказали, и 3-летнюю, но все-таки, как это вот в процентном соотношении, как любят социологи, выборку делают. Самый минимальный возраст ребенка, на который приходила заявка, не поверите, 10 месяцев. А как так? Случайно, днем, когда был дневной сон, ребенок упал за диван, мама не догадалась посмотреть за диван, ходила вокруг, по комнатам, искала, смотрела, не нашла ребенка, позвонила, собственно, в 112, заявку передали нам. Наши информационные координаторы созвонили женщине, первый вопрос задали, а вы за диваном смотрели, она, о, вот ребенок. А ей в голову не приходило, что Дэй не мог, отчет, но тоже. Это стрессовая ситуация, зачастую ты не можешь думать логически, рассуждать логически, что это ребенок, дверь не откроет, не уйдет, просто начинаешь бегать в панике, кричать, и тем самым теряется драгоценное время, за это время ребенок может уйти далеко. Теряются, то есть дети, вы сказали, и совсем маленькие, но я все-таки спросил, а чаще всего какого возраста теряются? Чаще всего? От пяти, от семи где-то лет, и лет до шестнадцати. Да, до шестнадцати. Это тоже дети. Это дети до восемнадцати лет, это официально все-таки дети, да, теряются. Просто у разного возраста детей разные причины потери. То есть, если там пять-семь лет, это просто заигрался во дворе, мог уйти с другом, не сказав родителей. Начальная школа, это, как правило, там зимний период, это горки, летний период, это велосипеды, самокаты. Десять-двенадцать лет, это уже кино, торговые центры с развлекательной программой. То подростковый возраст, ну здесь смена характера, здесь вообще тяжелый возраст. Там телефон не купили, дикая боязнь, разбил телефон, мама с папой будут ругать. То есть, самая страшная фраза для ребенка, очень часто говорят родители, говорят на эмоциях, в попыхах и даже не задумываются. Порвешь кроссовки, убью. Разобьешь телефон, убью. Домой не приходи. Да, получишь двойку, домой не приходи. Ребенок это запоминает и действительно боится приходить домой. Ты уже знаешь, по-другому своих родителей, действительно убьют или нет? Все равно боятся. Ну он знает, строгие родители или наоборот там... Какими бы мягкими родители не были, для ребенка это важно. То есть, если такое скажу, то... Ребенок это помнит и он начинает пытаться прятаться. Он боится наказания. Он не хочет, чтобы его наказывали. Иногда, да, родители просто покричат на ребенка. Это уже... Ребенок выпадает из зоны комфорта. А если к ребенку применяется еще физическая сила, это ремнем по попе. То ребенок это хорошо запоминает и он боится очень этого. И они начинают, ну, в летний период, это парки, чердаки, подвалы, гаражи друзей. Даже не своей семьи, либо друзей друзей. Там дачи какие-то, да, рядом с городом. Они начинают прятаться. При этом друзья, одноклассники не говорят, что они помогли ему спрятаться. Тем самым, те же родители, которые давно забыли про этот разбитый телефон, про эти несчастные кроссовки или там двойку по математике, они... у них шок, стресс, паника, и они очень действительно переживают за ребенка. При этом, когда мы собираем информацию на пропавшего ребенка или подростка, родители даже не помнят этот момент, что была какая-то ссора дома. То есть родители это воспринимают достаточно обыденно. Для ребенка это очень сильно запоминается. Друзья-то, которые его спрятали, родители не сказали, но они, наверное, уже в курсе, грубо на следующий день, что его ищет пожарный, ищет милиция. В этот же день, через пару часов... И они все равно молчат? Все равно молчат. А что у них с головой-то? Они же понимают, что его серьезный оборот приняло. Уже боятся, что их будут ругать. И они тоже прячутся. То есть ребенку нужно говорить, что мы тебя не будем ругать. То есть, ну, вот во всех случаях, что если что, приходи домой. Простой пример. Ребенку дали деньги, сходи в магазин за угол. Ребенка нет, час, два, три. Он пока ушел, где-то выронил деньги. Как же я без денег вернусь домой? Ходил, собирал по окрестным дворам, дайте денег. То есть, он не понимает, что проще вернуться домой сказать. Что за дети такие? Я не знаю, что за родители. Либо они секут каждого родительскую субботу, устраивают, что в руку помню. Либо, я не знаю, дети, что за психикой. Я в детстве потерял пять рублей. Ну, это было, да, это была трагедия. Я, конечно, пошел в магазин, а пять рублей потерял. Деньги огромные были по тем временам. Ну, просто вообще. Ну, я пришел. Потому что мне, конечно, высказали, но все равно мне в голову не приходило прятаться там где-то в подвале за пяти рублей. Мы иногда сами не знаем, что у детей может быть в голове. То есть, у них там какая-то немножко своя все-таки вселенная, в отличие от взрослых. Был тоже очень наглядный пример. Абсолютно нормальная семья. Там ребенка никогда не ругали. Он знал, что он там с любой проблемой может прийти. И ему дарят телефон дорогой, потому что он молодец. И просто вот фразу сказали, то есть, без всякой какой-то мысли, что там потеряешь там, будет тебе та-та-та. И он вот эту фразу запомнил. То есть, родители мимоходом один раз в жизни сказали, а он запомнил. И когда он там разбил этот телефон, домой он не вернулся. То есть, он вот это вспомнил. Единственный момент. А может быть, просто на ваш взгляд, действительно дети нынешние стали другие? Или такие дети были всегда? Всегда были. То есть, и 10 лет назад, и 20. То есть, не то, что нынешнее поколение такое особо ранимое, там, убью, все сразу, спрячусь в подвале. Здесь больше вопросов, наверное, будет к родителям. Умение общаться с своим ребенком. Родители должны не только быть родителями, но и, в первую очередь, другом своему ребенку. Чтобы ребенок знал, действительно, что он там с любой проблемой, может прийти домой, его в первую очередь выслушают. Сейчас большинство родителей, это дом, работа, дом, работа. Дача, там, летний период, да, в гости сходили. И нет такого, нет те утраченный семейный ужин. Когда вся семья села за общий стол кушать, там, телефон отложили. Потому что сейчас вся жизнь в телефонах. В семьях, как правило, с утра доброе утро, вставай тебе в школу, вечером родители приходят, уроки сделал, сделал, хорошо. Как день прошел? Нормально, нормально все. Родители там свои дела сделают, ребенок там доделывает уроки, либо гуляет с одноклассниками. И родители менее интересуются жизнью детей. А просто на то, чтобы сесть поговорить со своим ребенком, у взрослых зачастую времени не хватает. Очень часто, когда пропадает ребенок-подросток, родители даже не знают, с кем дружит их ребенок. Ни номеров телефонов. Даже номер телефона классного руководителя не знают. У нас сейчас все онлайн. В каждой школе психолог. Номер телефона школьного психолога не знают. У них какие-то родители безалаберные. У него самого в школе учатся, но как только вот он пошел в первый класс, у меня сразу был номер телефона классного руководителя. Все равно все дети сейчас онлайн. Раньше не было такого, ты говоришь, меняются ли дети или не меняются. Меняются. Раньше мама, папа. Вопрос. А теперь проще спросить у искусственного интеллекта. Проще в какие-то моменты у одноклассников уточнить. У более старших ребят во дворе спросить, чем прийти с проблемой к родителям. И это опасно. В каких группах, в каких социальных сетях сидит твой ребенок? С кем он общается в этих группах? Тоже вопрос. Куда его позовутить? А ведь можно в страничку зайти и посмотреть. А пароли? Не, ну как вот ВКонтакте, какие пароли есть, чья-то страница. И ты видишь сообщество, которое человек подписан. Сообщество закрыто. Есть просто картинка написана там, день рождения Ивана Ивановича. А туда зайти, нужно, чтобы тебя туда пригласили, либо добавили в это сообщество. Так называемое закрытое сообщество. А там творятся порою такие вещи. То есть сообщество может назваться дюймовочка, а там на самом деле... Оно закрытое для посторонних глаз, а внутри все что угодно происходит. А там дети, там подростки. Очень важно поэтому с детьми говорить, чтобы они, ладно, пускай не сразу в первую очередь шли к родителям, но хотя бы во вторую, в третью очередь, но дошли до родителей со своей проблемой. У меня сын есть, сейчас ему почти 21. Я когда начинал заниматься поисковой деятельностью, он как раз ходил в 6-7 классы. Мы делали с ним великолепную историю, мне это очень понравилось. Главное, что это нравилось ему. Мы договорились так, что мы раз в неделю оставляем мобильные телефоны дома и уходим ножками гулять. Зима, лето, весна, осень, снег, дождь, мороз, неважно. Мы оставляли дома телефон и просто ходили пару часов, гуляли по району, общались. И он ждал этот день, знал, что мы пойдем гулять. Раз в неделю он стабильно ждал. Он по времени, там плюс-минус полчаса-час, в зависимости от домашних дел. Но это была классная история, ему это очень нравилось. И у нас даже попыток не было убежать куда-то, или какие-то вопросы можно было не сказать. Он не боялся приходить и разговаривать. А сейчас телефонами доказывает, заберу у тебя телефон, если будешь плохо себя вести. А в случае чего, как связаться с ребенком? Нет, нельзя, лучше не стоит отбирать у ребенка телефон. Это сейчас средство связи. Нет, я имел в виду, если дома, конечно, нормально, а не то что. Родители зачастую стараются наказать тем, что отберу телефон, запрещу общаться с этим другом. Это очень плохо. Со стороны психологии для ребенка. Любой взрослый, он был ребенком, он через это прошел. А для каждого ребенка это все впервые. Поговорите с ним, не запрещайте общаться с друзьями, не запрещайте телефоны. Отберете вы телефон, если это подросток 12, 13, 14 лет, он найдет, где заработать денег. И не факт, что это будет вполне законно, с уголовной ответственностью. Ну, сейчас с запрещенными препаратами, с закладками, очень легко найти работу для подростков. Как правило, подростков над это и подписывают. Как раз вот заработаю, будет телефон, о котором мама не узнает, телефон, о котором папа не узнает, меня не будут ругать. Но это в итоге к добру не приведет. Очень такая тут тоже хорошая тема. Сейчас же все в телефонах. И дети не знают номер телефона мамы, папы наизусть. Ну, это не только дети. И родители тоже зачастую не знают наизусть. Телефон сел, пару банков с собой нет, номер телефона мамы, папы наизусть не знают. А пока катались на автобусах, уехали в другой конец города, либо куда-то в пригород, где находится толком, он не знает, как попасть домой. А уже здесь спросить. А, дайте маме позвонить, на, звони, а номер? Нет, хотя бы в каком районе, как выбраться? Ну, спросили, хорошо, там, в район Орши, транспорт не ходит, ничего не ходит, и вот, получается. То есть, были такие случаи, когда из Твери уезжали до Орши? Ну, на автобусах. У меня у подруги дети уходили пешком гулять. В пригород. Вы тоже пешком уходили гулять? В пригороды вот ходят, все, что рядом с городом, да, все дети ходят. Младший возраст сел не на автобус, уехал не на тот конец города, местность незнакомой. Телефон сел, и что делать, я не знаю. Я сама в 15 лет с братом, мы поехали в Идропушск. Я вообще не знаю, как мы вернулись обратно, ни телефонов, ничего не было. Чем вас прелестил населенный пункт? Чем вас прелестил населенный пункт? Познакомились, познакомились в лагере с девочкой. А решили навестить? Вот, решили навестить, да. Я сейчас по карте смотрю, где это находится, думаю, ё-моё, извините. Мы в детстве из Мигалова по железнодорожной ветке пошли и пришли, как вынес, на пролетарку. Но тогда нам казалось, что это другой город. Мы спрашивали у взрослых, какой город нас смотрели, там чудаковатый. Но потом сказали, что это пролетарка. Мы вот и вернулись обратно в Мигалово. Ну, всё-таки в городе, всё-таки для меня это удивительно слышать, потому что, ну, вокруг люди хотя бы. Всегда можно кому-то подойти, бояться подойти и спросить, что? Не все дают позвонить, не ко всем взрослым можно подходить. Есть так называемые безопасные взрослые. Это сотрудники полиции, продавцы в магазинах и родители из детьми. Это такой совет? Да, это безопасный. Ну, и вообще, любые люди, я думаю, в форме. Офицеры, например. Ребёнок не озличит, а вот полицейскую форму проще вылечить. Полицейскую, знаю. Я в детстве знал, что военные-то зелёные, а тогда это была милиция, она другого. Ну, как не знать, кто-таки... Не факт, что человек в военной форме сейчас будет безопасным для ребёнка. Также есть островки безопасности. Какие? Это магазины «Пятёрочка», «Вкусвилл», «Гербанк», «Перекрёсток» и торговая сеть «Билайн». А почему именно эти? Там есть островочек безопасности. Сотрудники торговой сети «Пятёрочка», они проходят обучение на базе Центра поиска пропавших людей в Москве при поддержке поискового отряда «Лиза Алерт». Они знают, как правильно общаться с маленькими детьми, как правильно общаться с дементными людьми. И у них есть телефон своей горячей линии, куда сотрудники магазинов звонят на горячую линию и подключаются уже поисковики. Подключается поисковый отряд «Лиза Алерт» к поиску. Для нас это практически обратный поиск. То есть у нас есть человек, который не может попасть домой. В этом случае подключается отряд и старается в кратчайшие сроки вернуть человека домой. Это касается не только этих детей, которые толком не понимают, где находятся. То же самое касается пожилых людей с потерей памяти. Таких, к сожалению, тоже очень много. И есть случаи, когда два ребёнка-школьника поняли, что бабушке нужна помощь, бабушка сама домой не вернётся. Они отвели бабушку в магазин «Пятёрочку» и тем самым спасли бабушке жизнь. Причём сами, наверное, этого не понимали. Потому что бабушку мы искали уже три дня. Скажите, а возвращаясь к детям. А может быть такой лайфхак тогда? Вот просто вы сказали бабушку, люди с потерей памяти и так далее. Обычно что делается в таком случае? Им не вешается на шею, конечно, бир, конюрсы, вешается с телефоном и так далее, куда звонить. Может быть тогда детям, ну правда, дети-балбесы, они могут действительно не уследить, что телефон разрядился или почти разрядился и так далее. Но может тогда какую-то бумажку давать? Есть такая идея. Я как конструктор школы Лиза-Алерт как раз отвечу. Мы проводим, у нас есть бесплатные абсолютно беседы для детей. Мы выезжаем в школы, в сады, в лагеря детские, неважно, как бы куда угодно. И как раз рассказываем детям в зависимости от возраста определённые беседы по безопасности. Вот, и там мы как раз учим, что знать наизусть телефон, во-первых, как бы дети должны вот прям ночью разбудить, у них там должно от зубов отскакивать. И всегда иметь с собой записочки с номерами телефонов. То есть там может не быть подписано, что это там мама-папа и несколько записок, потому что одну там достали, выронили, там не заметили, а останется ещё где-то. Есть замечательный проект Амулет, мы очень хотим его в Тверской области сделать. Он уже есть в Башкирии, в Самаре. Хотим стать третьим регионом, но на это, увы, нужны спонсоры. Что за проект? Браслет Амулет. Небольшой такой браслет на руку надевается. Его можно детям, можно старикам, не ментам, людям. В этот браслет имеет QR-код и имеет чип для сканирования. Туда записываем телефон, кому позвонить в случае чего. Браслет яркий, оранжевый, он не боится воды, его не нужно заряжать, в нём нет батарейки. То есть это не гаджет? Нет. Как кто-то подумает? Это такой браслет, который позволит увидеть, что если человеку нужна помощь, подойди к телефону, отсканируй, и ты будешь знать вот тот самый номер, который мы сейчас пока записываем на бумажечках. То есть взрослый человек может подойти, увидеть, отсканировать. Ты потерялся, да, давай позвоним твоим родителям, я не помню номер. Сейчас, а сейчас вспомню. Это мальчик такое оранжевое, на запястье. И в Башкирии, в Самаре эти проекты запустили. Как показали себя? Очень, очень хорошо показали, очень эффективно, потому что люди те, браслеты раздаются бесплатно. Вот. Да. И вложений денежных не так много нужно по-настоящему, нужна небольшая горячая линия, которая будет в случае чего принимать звонки с тех, кто нашёл людей с браслетом. И нужно изготовление браслетов, и там тоже небольшая сумма. Но деньги нужны? Да, деньги нужны, но мы поисковый отряд, мы денежную помощь никакой не принимаем, у нас нет расчётных счетов, мы добровольцы. То есть в принципе, что вы не коммерческая структура, кто-то может подумать. Да, поэтому мы предлагаем бизнесу включиться в дело не только поиска, а в дело предотвратить те самые поиски и не дать людям потеряться. И ведь браслеты, их нужно не так много, у нас не так много людей по-настоящему в зоне риска. Ну, всего лишь все дети. Ну, то есть, да, не нужно миллион двести с лишним на всё население Торской области. А власти как, может быть? Если помогут, мы только за. Ведь без помощи властей тоже горячую линию будет, ну, не сложно, но проблематично организовать. Если помогут, мы только за. И Торской области станет третьим регионом в России, кто имеет такие браслеты. А подключить такие серьёзные структуры, как МЧС и полиция, ведь, согласитесь, они себе облегчат работу. Ведь это их работа, на самом деле, это не ваше, если по чесноку работают. Вы должны дома, детьми заниматься, там, с моими людьми встречаться, и так далее, и тому подобное. Ну, объективно говоря, это же они должны быть заинтересованы-то. Вы им облегчаете и так сейчас работу, бегая по лесам и городам, а тут вы им облегчите работу, что не нужно будет участковому носиться, и так далее, что ему же легче станет. Или сотрудникам МЧС. А, так они же тоже, у них же свои бюджеты, они тоже не могут взять и со своей инициативой выйти. Ну, что ж, не то, что целиком прогнозировать. Депутаты могут со своей инициативой выйти. Ну, то есть, согласитесь, тут такое дело, как говорится, всем миром. Да. Вот, дорогие наши представители органов власти, как законодательные, так и исполнительные, дорогие наши сотрудники МЧС, полиции, ну, это ваша работа в том числе, в первую очередь. Почему? Ну, и, конечно, предприниматели. Всем миром, вот, тем более, как вот Игорь сказал, это не какие-то мега-деньги, и, как вот мы уже сказали, это не миллион двести с лишним тысяч амулетов. Нет. Это не очень большое число, но всем станет легче и проще, и родителям, и детям, и спасателям. Для примера, браслет 150-200 рублей, браслетов для первой волны хотя бы 4000 браслетов. Можете перемножить, это не так, но плюс горячая линия. И все. И у нас люди, которые, бабушки, приходят в пятерочку. Это не одна тысяча спасенных жизней. Да, да, да. Как раз вот эти 4000 жизней будут спасены. Вы слышали советы представителей поискового движения «Лиза Алерт» касаемо детей. Мы сегодня в первую очередь про них говорили, потому что каникулы уже наступают. Поэтому, дорогие родители, следите за вашими детьми, и заставьте, как вы слышали, выучить их ваши номера телефонов. Придумать какие-то бирки, если ребенок все-таки шалопай не выучил. Чтобы он посмотрел взрослому кому-то, если потерялся, показал эти цифры, чтобы дали позвонить или позвонили сами. И как вы слышали, самое ведь главное, не нужно быть уверенным, что ваш ребенок ведь все лето будет в городе. Там-то он не потеряется. Вы слышали? К сожалению, теряется и в городах, не знает, что делать. Бывает, вроде гулял по городу, а колоса за городом. Поэтому, ну, пожалуйста, будьте бдительными. Родители, я обращаюсь сейчас, в первую очередь, к родителям. Не надеясь, дети, они дети, вы сами были детьми, вы знаете. Да-да, кивнет, мама, я просто вырежу, чтобы телефон был заряжен, и так далее. Я выучил твой номер, на самом деле не выучил, забыл, испугался, и так далее. Поэтому уже им, родители, смотрите за вашими детьми, следите. Вот, как вы слышали, разные бывают случаи, когда ребенок даже с диваном потеряется в вашей квартире. И если что, не стесняйтесь, как вот вы слышали, звонить. Звоните 112, звоните вот уважаемому нашим сотрудникам, Лиза Олера, связываясь с ними, они найдут. Это была программа «Тема дня». Успехов вам в ваших поисках. Спасибо. Уважаемые родители, следите за собой и за вашими детьми. Будьте осторожны. До новых встреч.